В Люберецкой администрации провели расширенное заседание комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы. Главная тема повестки дня – реализация федеральной программы капитального ремонта школ. Контроль исполнения национальных проектов, государственных и муниципальных программ в Подмосковье ведут по поручению председателя Мособлдумы, секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова. Сама программа капитального ремонта стартовала в прошлом году. В июне 2021 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин озвучил это поручение на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Государственная программа развития образования реализуется в 79 регионах страны и охватывает более 1300 объектов. В Подмосковье в этом году планируют капитально отремонтировать 62 школы. Учреждения распахнут двери для учеников 1 сентября. На данный момент мы рисков не видим никаких. Есть опасения с точки зрения приобретения оборудования, но в рабочем порядке, я думаю, мы все вопросы снимем, отработаем. Сотрудники администрации находятся каждый день на этом объекте. В школы закупят новые парты, столы, мебель для столовой и спортивный инвентарь. Всего в рамках реализации государственной программы развития образования. За пять лет в 81 регионе отремонтируют более 7 тысяч зданий школы. Из них 328 в Подмосковье. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Субтитры создавал DimaTorzok